Всем доброго времени суток. Севка едет в машине на игрень в гости, а на связи Надя. Переговариваются и любопытно Наде, что же ей хочет предложить Саша. Мне, честно говоря, тоже интересно, что такое они там задумали в отношении Нади. Севка говорит, ну а что ты не пришла? Я же проводил трансляцию несколько дней назад. Она говорит, да, уже трансляция шла и меня не предупредили, и что, я пойду. Не захотела в общем идти. Она не испугалась, наоборот, любопытство ее гложет, но ждет официального приглашения от Севки. Когда он ей позвонит и скажет, приходи, Севка говорит, ну ладно, на днях или раньше сделаю трансляцию, придешь. И мы все, надеюсь, Севка сохранит эту трансляцию, мы услышим, что конкретно Саша хочет ей предложить. Может быть, будет такой вариант, Наде, я вам заплачу деньги, а вы выйдете из кадра. Кто знает, запросто можно ожидать и такого варианта. Далее. Написала Севке женщина, которая предложила ему обратиться за советом о вложении средств именно к Саше. Ну и пишет ему, что она очень успешно вот этим вот своим советом обновила их отношения. Теперь они стали общаться. Севка вложил деньги, вот прошло время, он их, можно сказать, пока еще не потерял, получил прибыль, снова вложил. И, насколько можно судить из рассказов Севки, он постоянно с Сашей на связи. Они постоянно переговариваются и разговаривают друг с дружкой. Севка этой женщине очень благодарен. Ну, сегодняшнее Севкино спасибо мы прекрасно знаем, что завтра оно может с легкостью обернуться в претензию. Это вы виноваты. Жил я себе спокойно без этого, Саши. И тут вот на тебе, как снег на голову, вы мне свалились со своими рекомендациями. Не лезьте вообще ко мне и не мешайтесь в мою жизнь. Далее, опять у Севки на языке котик. Честно, я буду пропускать вот эти его стенания о безвременной кончине этого котика. Он еще долго будет об этом говорить, а у меня, честно уже скажу, сил на это нет. И жалко, и больно, но говорить об этом мне более не хочется. Чем руководствуются люди, когда совершают подобные вещи? Задается таким вопросом Севка. Как чем? Отсутствием эмпатии, доброты, милосердия, сострадания. Нет в них ничего человеческого. Господи, о чем говорить? Людей глушат так, как некоторым и не снилось. Такие изуверства придумывают. Просто диву даешься. Ну какой кайф. Вот я тоже смотрю такие передачи и все время спрашиваю у мужа. Я говорю, какой кайф человеку измываться над другим? Кто-то мучается, страдает. А человек другой причиняет вред вплоть до летального исхода и получает от этого кайф. Вообще это что? Это что с людьми? Это уже ничего человеческого не остается. Это уже не человек. А уж накормить животинку, вот подобному человеку, доздыху, это расплюнуть. Ему вообще ничего не стоит. Главное, чтобы он извлек и урок Севка. И в следующий раз делал это тихо, без камеры. Не показывал это все. Связано это с ним или не связано. Это не имеет никакого значения. Лучше поостеречься и делать добрые дела в отношении вот именно котов. Тихо. Ну бог его знает. Ну вдруг. Саша заметил и в своей жизни такую закономерность. Общались они с Севкой по этому поводу. И Саша поделился. Говорит, начинаем подкармливать животное. И вот именно с этим животным случается какая-то трагедия. Какой-то несчастный случай. А другие, как бегали, так и бегают. Получается, что, может быть, я, конечно, не так поняла, но я поняла так. Бегает стая котов, ну или собак. А Саша с Таней кормят кого-то одного, который им понравился. А остальные, что в это время делают, смотрят голодными глазами и захлебываются слюной. Как так можно? Севка предположил, что и он, и Саша, они интуитивно выбирают животных, у которых, ну, недолгий век. И вот чтобы своим вниманием, любовью и заботой они могли скрасить их недолгое пребывание на этой земле. Ну, я не знаю. Как на самом деле, нам, конечно, неведомо. Но я думаю, что все дело в случайности. Это улица. Там защиты для животных, конечно же, никакой нет. Либо машины, либо собаки, либо люди. Но кто-нибудь нанесет вред. Кому как повезет. Кто-то проживет, может быть, и долго. А кто-то вот, как вот этот кот. Всего ничего, можно сказать. Севка говорит, я хочу добиться правды и узнать все-таки, кто же конкретно это сделал. Ну, хорошо, пойдет он в этот дом, посмотрит по камере, увидит он человека этого, который кормит. Если, конечно, он делал это днем, а не ночью. А как доказать, что именно он что-то подсыпал в еду, что именно из-за него погибло животное? Ну, хорошо, узнает он этого человека конкретно. Вот он дал. Дальше что? Севка говорит, никаких денег не пожалел бы. Вот вплоть до крайних мер. Леон ему нужен. Ну, это уже крайность. Вот к чему он это делает? Зачем он это говорит? Для чего? Показать, какой он крутой мэн. Вот он за котика вот так вот буквально готов расправиться с другим человеком. Начал проклинать и того, кто это сделал, и его потомков. И говорит, я не боюсь греха. На мне греха нет, и мне отвечать за эти свои слова не придется. Да. Ему не вернуться за эти слова вернется. Верит он в это или нет, но каждый будет отвечать за свои слова и поступки. Сотворивший вот такое животным, он будет отвечать за свое. А севка вот за вот эти вот свои слова. Есть справедливый суд. Пусть Всевышний и судит. А уж потомки, так они вообще ни при чем. Вот дети, внуки и правнуки вот этого человека, который сотворил это зло, они могут быть очень сердобольными людьми. Они могут быть очень хорошими людьми. Они могут любить животных, помогать им, спасать. И точно так же, как севка, плакать над каждым погибшим животным. Никто этого не знает. А севка уже проклял весь рот и говорит, а мне за это ничего не будет, и я отвечать за это не буду. Ему эта мысль не приходит в голову. Скорее всего, нет. Глупо. Очень глупо это выглядит со стороны. Не ему решать. Один человек совершил глупость, решил, что он имеет право казнить. И сделал это. Другой глупец вот едет в машине и начинает брать грек на душу и проклинать не только виновных, но и невиновных. Далее севка приехал на игрень. И в свете последних событий, вот то, что произошло с этим котиком, очень он добрый и расположен вообще, знаете, на такую волну ко всем животным. Это распространилось даже на Чарли. Он его не драконит, не оскорбляет. Ну, вроде бы как попытался он его гонять, а потом иди, иди ко мне. Ну, как-то он вспомнил, что он только что переживал и страдал за этого котика. А тут теперь, понимаешь ли, гоняет эту собаку. Ну, зрители же могут написать и сказать, слушай, а ты чем лучше? Что ты до него досебался? Что ты его мучаешь? Почему ты не даешь покоя? То Долли он как-то драконил на постоянной основе. Вот он не трогал только Вилли. То Чарли, то схватит. То, ну, как-то таких каких-то, конечно, жестоких мер он к нему не применял. Но вот это вот шпыняние постоянное. Животное с улицы. Я вот сейчас про Чарли говорю. Эта собака, она еще всего боялась. Она еще не привыкла. Еще вот это свежо было в памяти, что где-то кто-то пнул. Ведь никто не знает, как это Чарли жил на улице. Жизнь на улице это не мед. Кто-то мог прикрикнуть, кто-то мог бросить камень. Собака была пугливой. И Севка, как взрослый человек, он должен был это понимать. Но ему ради контента надо было достебываться до него. Он тоже вел себя непристойно. Ему нравилось, что зрители пишут комментарии. Перестань, да как тебе не стыдно, что ты мучаешь эту собаку. И он начинал, иди сюда, я сейчас тебя буду мучить. Сейчас будут писать разумехи, что я мучаю собаку. То так, знаете, вроде бы как в шутку, вроде бы как игрой. То на лапу ему наступит, то на хвост наступит, то за ухо схватит. А животное, я уже объяснила, в памяти еще живо. Вот эта пугливость, что человек может обидеть, еще недоверие, оно же сохранилось. И так Чарли, в принципе, к Севке и относится как-то. А бог его знает, что у него в голове. А вдруг обидит? Нет, этому человеку лучше не доверять. И держится от него как-то в стороне. Далее Севка пошел. Интересно, он так ходит по этому участку. Честно, выглядит, как будто барин обходит свои угодья. А рядом, знаете, вот эти шестерки, слуги показывают. Мы вот тут вот что-то сделали, мы там что-то сделали. Вот деревья надо пообрезать. Хорошо, хоть Севка не сказал, так, холопы, а почему еще все не сделано так, как оно должно быть сделано. Далее Севка говорит, маму надо позвать обрезать деревья. Это она только говорит, что она ничего не помнит. А так все она прекрасно помнит. Как нужно обрезать конкретный вид дерева и сделает все в лучшем виде. Ноги у нее теперь ходят, так что... И мне тут захотелось сказать, будете проходить мимо, проходите. Света промолчала на это предложение. Но Севке же не вдомек, что вот это красноречивие всяких слов. Но ему не сказали, да, конечно, пусть она приезжает, мы будем рады. Человек промолчал. Другой бы понял, что не хотят они допускать ТВ-шку. Он однажды уже сказал, пусть мама приедет обрежет деревья. И они тут же пригласили человека со стороны. И все, деревья уже были обрезаны. Но не нужна она там в этом качестве. Ладно уж, они как-то, скрипя сердце, терпят ее, когда она приезжает посидеть за столом, заняться пищевым развратом, как сказал Севка. С удовольствием, причем они это делают. И с удовольствием обгаживают этот дом и хозяев этого дома. И с удовольствием прутся к ним за стол и вкушают эту пищу. Посмотрели бы сытники в ютюбе ролики, как делать обрезку и когда ее делать. И сделали бы сами, чем пускать туда ТВ-шку. Далее Андрей нарезал Севки цветов. А, так вот откуда у Севки цветы для матери. Вот откуда он взял. А я уж, честно говоря, подумала, что он у какой-нибудь бабушки на улице купил. Ну, думаю, и старушку выручил, и матери приятно сделал. А, нет. И тут, как говорится, халява, плиз. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.